здравствуйте уважаемые зрители prime тв с вами резван гусейнов подведем итоги этой недели и в первую очередь конечно же я поздравляю всех мусульман с наступившим месяцем рамазан желаю чтобы все молитвы ваши все ваши поклонения посты были приняты чтобы каждый мусульманин который мечтает в этот священный месяц очиститься от грехов и приблизиться к создателю достиг своих целей более того непростая ситуация конечно же во многих мусульманских странах и отдельно поздравляем всех мусульман в разных странах мира и конечно в первую очередь украины где идут бои и очень сложные ситуации но по касательной раз мы сказали об украине отметим что вчера были освобождены стратегически важные населенные пункты через которые велось наступление на киев этой и ирпень этой буча этой часть кастомеля на фоне происходящего приблизительно наш прогноз о том что прогноз прошлый и позапрошлой недели о том что постепенно будет формироваться новая российская группировка будут собраны резервы и эта группировка дополненная резервами будет наносить удары основной ударный кулак будет собран на востоке юго-востоке украины то есть естественно это в первую очередь направление мариуполя который окружен и соседних населенных пунктов то есть той территории которая соединяет может соединить крым с донбассом весь этот регион где идут боевые действия на юго-востоке богат природными скопаемыми там была очень серьезная инфраструктура тяжелая промышленность металлургия порты более того по всей видимости будет попытка может и отвлекающая может и действительно серьезное наступление на одессу в любом случае ситуация показывает что украинские воссо защищаются обороняются местами переходит наступление по всей видимости эта неделя будет решающая следующая неделя будет решающая и она определит с чем стороны наконец-таки серьезно сядут за переговорный стол в любом случае неделя-две должна определить останавливается боевая фаза то есть фаза прямых военных действий отписывается временное перемирие или нет ну шансов того что это произойдет много однако посмотрим как это в итоге на самом деле будет другая тема которую мы традиционно коснемся эта ситуация в карабахском регионе азербайджана мы знаем что в течение нескольких дней после того как азербайджан успешно взял под контроль стратегическую высоту фаррух и горную гряду всю по практически всю осталась небольшая ее часть это горная цепь ряда она имеет стратегическое значение оттуда азербайджан под контролем уже держит направление аскерам ахдара севернее и юго-запад это направление конечно же ходжалинское он жал и ханкендинское направление это все говорит о том что намерения у азербайджана серьезные и любая угроза от незаконных вооруженных формирований будет поэтапно нивелироваться мы уже отвечали в своем эфире что азербайджан предоставил карабахским армянам выбор или начать интегрироваться и жить в мире стабильности или же если они выбирают войну и борьбу то конечно же опять таки это их право но за последствия будут нести ответственность те кто спровоцирует или вынудит еще неизвестна ситуация карабахских армян или тех кто у них с оружием в руках пойти на азербайджанские посты тем более такая попытка была и эти вооруженные формирования получили сокрушительный удар после чего побежали к российским миротворцам побежали жаловаться международной организации политические центры европейских стран я думаю что это все бесполезно нету смысла этого всего делать никто не будет помогать непонятному непризнанному образованию с непонятным статусом и людям которые или должны стать гражданами азербайджана или опять таки если они этого не желают у них есть другой выбор но как международное право законодательства резолюции так и конституции азербайджана предоставляет им возможность интегрироваться если они этого хотят более того последние недели показали что складывается такая международная и региональная ситуация когда практически всем ведущим странам мира нужна стабильность в нашем регионе почему на фоне российско-украинской войны и тех санкций которые ввели против россии масштабных санкций которые ввели против россии стран запада и другие государства фактически происходит отсекание россии от европы от традиционных цепочек транзитных поставок от того мира уклада который сложился наверное свыше 250 а может и более лет а точнее стал складываться после петра первого который прорубил окно в европу так вот сейчас по всей видимости значительная часть этих цепочек нарушена или будет уничтожена и транзитная логистика должна выстраиваться заново а самые важные и серьезные альтернативы являются дороги и транзитные цепочки через южный кавказ через азербайджан с выходом уже на территории ирана турции отдача на ближний восток и средиземноморье а также юго-восток естественно европы вот эти направления через азербайджан будут связаны как я отметил с россией через каспийское море с государственной центральной азии и китаем это и транзит углеводородов газа нефти этой транзит грузов пассажиров и вообще это направление превратится в основную альтернативную артерию для россии первую очередь и ряда государств тем более это будет важно для ирана которая постепенно выходит из-под санкций огромную важность это имеет для турции которая уже давно играет роль евразийского хаба более того частично и африканского учитывая географию турции и и морские границы то есть очень серьезную роль играет на средиземноморье на севере африки естественно в азии и в европе огромная роль предусмотрена здесь для азербайджана который превращается в региональный и межрегиональный хаб где как мы отмечали пересекутся вот эти дороги транзитные цепочки от востока на юг а также и другая которая пройдет по россии то есть север-юг который в перспективе соединит финский залив с персидским вот эти два огромных транзитных путя коридора или как кому как удобно или вот эти цепочки в евразии они соединятся на территории азербайджана времени мало на фоне всех этих санкций и других мероприятий в первую очередь россия стремится к тому чтобы побыстрее были выстроены эти пути разблокированы транспортные коридоры в нашем регионе в том числе наверное через территорию армении хотя пока что это не актуально зангизурский коридор временно свою актуальность теряет на фоне того что азербайджан подписал договоренность с ираном о том что путь пройдет на территории ирана параллельно армянской границы то есть как мы как мы отмечали армения осталась и без этого рычага давление никто не будет ее слушать а для реализации всего этого в первую очередь необходимо стабильность полная в карабахском регионе азербайджана в том ее участке где российская миротворческая миссия осуществляет свою деятельность временную и проживают армяне то есть соединение вышеуказанных мною держав государств плюс ряда европейских государств это и юг европы в первую очередь италия это и другие государства и естественно великобритания ведь буквально на днях были очень серьезные визиты британских политических деятелей замминистра обороны британия до этого зам по торговле приезжал идет осуществление транскаспийского газового коридора то есть транзит газа из туркмении по каспию по дну каспия через азербайджан с выходом на турецкие европейские рынки поэтапно будет осуществляться пока это незначительно сумма объема газа но в любом случае по всей видимости наращиваться будут в течение нескольких лет вот эти объемы будет дополнительно инфраструктура строится то есть подведя итоги отмечу что судьба карабахских армян зависит от того как они и те кто их ведут или руководят ими там понимают то что мы здесь описали то есть региональную международную ситуацию и интересы различных государств мира которые сошлись сейчас на нашем регионе на необходимость разблокировки и создания новых транспортных коридоров если понимание этой ситуации есть у карабахских армян значит будет интеграция стабильность естественно для тех кто хочет жить на территории азербайджана те кто не хочет у них есть выбор пока что через открытый лачинский коридор уехать в армению или другие государства попытка силового воздействия на ситуацию провально в первую очередь для вот этих карабахских сепаратистов и наоборот даст возможность азербайджан максимально быстро восстановить полную стабильность в этом в этой части карабахского региона где живут армяне как мне однократно отмечали выбор за теми кто верховодит над карабахскими армянами времени мало армения тоже никоим образом не собирается чем-то и не сможет помогать каким-то процессом потому что это территория азербайджана армения полностью готова подписанию мирного всеобъемлющего договора на пяти основных условиях которые выдвигал азербайджан ближайшие дни пройдет встреча 6 апреля в брусселе глав азербайджана и армении пусть даже если там не будет серьезной подвижки но это будет шаг подготовки подписания всеобъемлющего мирного договора это должны понимать все это должны понимать армяне карабаха что у них есть уникальный шанс попытаться найти общий язык с азербайджанскими представителям государственных структур и иных ведомств которые том числе азерегаз азерейших те которые обеспечивают инфраструктуру и могут дать работу для местного населения также решать их социальные проблемы потому что постепенно весь этот пакет нагрузка который раньше осуществляла армения будет переходить к азербайджану не секрет что уже азербайджан готовится к тому что даже поставлять продавать газ армении в определенных малых конечно пока что объемах но уже и этот процесс начался то есть на этой позитивной ноте я хочу отметить что есть очень серьезные шансы что в течение месяца будут решены те вопросы которые не были до конца решены в результате осенней войны 2020 года надежда есть но посмотрим как будут развиваться события